В доме появились мыши. Они перестали нас бояться. Занимались своими делами, как у себя дом. Мышь была слишком аккуратна. Занимались своими делами. Из 16 мышей, отловленных до середины февраля, большинство поймались в ловушку с орехами в центре растяжки. Вот как она делается. Длина растяжки должна быть около 11 сантиметров. Возьмем кусочек ореха, который можно подвязать с двух сторон ниткой. В бутылке нужно проделать два отверстия, одно напротив другого. В области того отверстия, которое пониже, сделаем надрез, чтобы получилась дверца. Субтитры создавал DimaTorzok Проденем в отверстие петлю растяжки и закрепим растяжку с привязанным орехом. Теперь с помощью спицы и скотча проденем вторую петлю растяжки во второе отверстие изнутри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зафиксируем петлю спичкой. Субтитры создавал DimaTorzok Ловушка готова. Когда ловушка сработает, надо действовать быстро, чтобы мышь не успела найти дверцу и выбраться. На это ей может хватить полминуты. Можно сделать ловушку из двух бутылок разного диаметра, вставленных одна в нижнюю половину другой. Мышь должна пройти через совмещенные прорезанные дверцы внутрь, надкусить орех, орех разломится, перестанет удерживать нитку, бутылки сместятся одна относительно другой под действием круговой резинки, дверцы перестанут быть совмещенными. Раньше народ ставил валик на ведро с водой, но нам нужен куманный вариант. Мыши оказались очень прыгучими. Для уменьшения прыгучести хорошо помогает слой чего-нибудь сыпучего, например просроченного копия в зернах. Но и это не всегда помогает. Лучше всего сделать башню из трех бутылок. В такую ловушку автомат мыши будут падать одна за другой хоть всю ночь. Например, 15 и 16 поймались за раз. Отловленных мышей можно спустить где-нибудь подальше от дома, чтобы они не нашли обратной дороги. Продолжение следует... Продолжение следует...